Всем добрый день, приветствую вас на моем вебинаре «Как улучшить пиар-тексты, подсказки и работа над ошибками». Меня зовут Тимур Асланов, в ближайшие 40 минут час мы с вами поговорим о том, что можно сделать для того, чтобы ваши тексты стали лучшим. Я поделюсь какими-то своими соображениями, подсказками, не то чтобы это прям какая-то истина в последней инстанции, просто мои какие-то наработки, которые я набросал для того, чтобы поделиться с вами на этом вебинаре. Минут 40, как обычно, что-нибудь расскажу, поделюсь своими идеями и потом поотвечаю на ваши вопросы, ибо зачем же вы еще пришли на живой вебинар, как не за тем, чтобы в том числе иметь возможность задать свой вопрос, обсудить какую-то тему, которая важна именно вам в применении к пиар-текстам. Как обычно, пока у нас собираются коллеги, я расскажу о том, какие мероприятия мы приготовили для вас в ближайшие несколько месяцев, какие тренинги и конференции проведем. Итак, 11-13 ноября, вот уже совсем скоро, буквально через две недели, даже меньше, в Москве пройдет мой трехдневный тренинг школы пиар-директора. Школа пиар-директора, он для тех, кто уже работает пиар-директором или собирается стать пиар-директором, будем говорить об современном арсенале инструментов пиар-директора, о том, что нужно, как усилить свои компетенции, будем разбирать различные инструменты, как работать пиар-директором, что делать для того, чтобы работа была максимально эффективной, как решать задачи. Поговорим, потренируемся, поделаем упражнения, как всегда. Вот, приглашаю 11-13 ноября в Москве. Хотите, чтобы у вас был диплом пиар-директора, приезжайте, мы с вами поработаем еще и с дипломом. Пух, ездите. Следующее мероприятие, на которое я вас хочу пригласить, это наша большая осенняя ежегодная конференция «Новые технологии пиар-работы». 10 лет в этом году мы как проводим эту конференцию. 27-29 ноября в Москве, как обычно, два потока докладов. Доклад для пиарщиков, которые работают в бизнесе, доклад для пиар-специалистов из государственных и муниципальных структур. Параллельно проходят два потока, можно переходить с потока на поток в любой момент, слушать любых спикеров. Три дня тоже, более 30 спикеров. Я там подобрал достаточно классную программу, как обычно, с тем, чтобы поговорить вот обо всем, что сегодня, вот сейчас, в конце 2024 года, волнует пиар-специалистов и подготовится к 2025 году. Поговорим о стратегии, поговорим о нейросетях, конечно, поговорим обо всех инструментах, о Media Relations. Разберем кейсы, будут спикеры из разных регионов, из разных отраслей. Разберем вот все, что сегодня актуально. Будет, как всегда, наша мощная нетворкинг-сессия, поэтому приглашаю. Вот 27-29 ноября ждем вас в Москве на нашей большой конференции. Что еще будет? Какие мероприятия? В декабре я проведу свой труднедный тренинг по публичным выступлениям. Школа публичных выступлений. Тоже три дня. Будем практиковаться, будем разбирать технологию публичных выступлений, учиться писать речи, учиться выступать, учиться-учиться айк-спикеров выступать. Для пиар-шек, это уже актуально. Будем проходить всю эту технологию, просто отрабатывать, делиться опытом, обмениваться опытом. Это всегда еще очень классно на таких тренингах, когда не только моя обратная связь, но и обратная связь участников, подсказки, обмен опытом и так далее. Вот если вы хотите сделать свои публичные выступления ярче, круче, приезжайте на мой тренинг. Плюс, конечно же, если вы пройдете тренинг, и потом захотите делать как-то карьеру спикера, конечно же, я как организатор большого количества мероприятий тут вам смогу помочь, потому что буду знать, на что вы способны, и буду готов предлагать вам участие в различных конференциях, форумах и так далее. Поэтому приезжайте 9-11 декабря. Уже ставшая традиционной пиар-школой нейросети для пиар-специалистов, инструменты и пошаговые инструкции. 29-31 января, это уже в 25-м году, уже после Нового года, тоже три дня, и тоже сборная команда спикеров, я и другие спикеры. Мы не только расскажем, что мы делаем в области связи с общественностью с помощью нейросетей, но и научим всех участников, причем независимо от того, на каком вы уровне сейчас находитесь, мы научим, начиная от нуля, как установить нейросети, как им подключиться, как завести аккаунт, и как там работать, до каких-то продвинутых уже вещей, какие вещи можно делать с помощью нейросетей, в плане текстов, картинок, пиар-стратегий, контент-планов и так далее, все это вот за три дня мы пройдем в достаточно таком интенсивном режиме, покажем разные кейсы, разные спикеры тоже поделятся своими инструментами, поэтому если вы хотите освоить нейросети уже на таком продвинутом уровне, то приезжайте, мы вот от нуля или от среднего уровня доведем вас уже до какого-то более-менее продвинутого. Ну и из того же еще, про что хотел сказать, пиар в B2B, если вы пиарщик в B2B, в феврале уже, 12-14 февраля, приглашаю вас на мой тренинг пиар в B2B, там вот узкая специфика, пиар в компаниях, которые занимаются именно, вот работают в этой сфере, то же самое, там будем проходить все инструменты, и также работа с текстами, медиарелейшнс, работа в соцсетях для B2B и так далее и тому подобное. Вот все наши мероприятия можно найти на нашем сайте, как всегда, eventimage.ru, можно перейти по QR-коду, который у вас на экране, можно просто набить в Яндексе конференции Image Media и зайти и найти там все наши мероприятия. Онлайн-курсы у нас еще есть, там тоже они выложены, можно посмотреть, и там можно следить за новыми нашими мероприятиями. Ну вот как бы вступление, как раз пятиминутка рекламная закончилась, ну не рекламная, а пятиминутка анонсов, скажем так. Я смотрю, уже участники собрались, мы можем начинать. Итак, поговорим сегодня о том, что же делать с пиар-текстами, чтобы они стали эффективнее, что же мешает нам сегодня сделать наши пиар-тексты эффективными. Ну, во-первых, да, разговор надо начать, как всегда, с того, что происходит с медиапотреблением. Если мы говорим, то есть, ну вот, эффективность наших текстов зависит от двух факторов, как мы его написали и как его прочитали. И то, как его прочитали, конечно, во многом зависит от того, как мы его написали, но не только, к сожалению. Не всегда прям вот какие-то крутые, талантливые тексты залетают хорошо, просто в силу ряда обстоятельств. Да, что вообще сегодня происходит с медиапотреблением? Я думаю, что не открою Америку, да, вы тоже наверняка наблюдаете все эти тренды, но проговорить это нужно. Ну, во-первых, конечно же, переизбыток контента. Контента огромное количество. Что сегодня везде люди тонут в контенте, мы получаем кучу сообщений, кучу рекламных сообщений, информационных сообщений. Огромное количество есть чего почитать, посмотреть, послушать. И, конечно же, нам, как производителям контента, нам, как людям, которые создают контент для другой какой-то аудитории, нам достаточно сложно пробиваться через все это. И нам сложно пробиваться к читателю, и читателю сложно пробиваться через все это. Читателю, зрителю, слушательному, мы про тексты, поэтому читателю. Нам говорят все исследования, что вот среднее время удержания внимания очень сильно сократилось. Если там условно 20 лет назад это было 12 секунд, 20 лет назад тоже было не сильно. Не очень длинный этот промежуток. То сейчас 6 секунд. Я всегда говорю, мы смеялись, что у рыбки 8 секунд, окно внимания у современного человека 6 секунд, мы не можем долго на чем-то концентрироваться. Дальше исследования показывают, вот Рейтер проводил исследования, исследования показывают, что 78% пользователей читают только заголовки. И как бы мы ни написали, какую гениальную статью мы не написали, а мы никак ее не донесем. Понятно, что если все-таки заголовок зацепил, то есть какой-то шанс. Но в целом очень многие читают только заголовки, а значит, какой вывод мы делаем, хотя бы в заголовок мы должны заложить ключевые сообщения. Не интригу, не абстрактную какую-то красивую художественную фразу, а ключевое сообщение, чтобы человек, читающий только заголовки, хотя бы что-то вынес из нашего текста. Это тоже уже небольшая, но победа сегодня. Да, с молодым поколением, поколением Z все еще сложнее. Вот TikTok проводил исследования, каждые 15 секунд переключает контент. Мы говорили там, что 6 секунд, да, безусловно, но как бы 6 секунд этот человек отвлекся, потом, может быть, вернулся, а эти каждые 15 секунд на что-то новое должны переключаться. Потому что вот они в этом режиме TikTok и прочего клипов, VK и Shorts в YouTube и так далее, они живут в этом режиме, им нужно быстро-быстро-быстро, и как только контент чуть-чуть замедляется, да, а, например, длинный текст это замедляющийся контент, то, конечно, им становится скучно и грустно. И здесь вопрос составить текст так, чтобы текст был быстрым, да, про это тоже поговорим. Что еще? 91% профессиональных журналистов, вот тоже проводили на Западе исследования, признаются, что сканируют текст, а не читают их, да, вы понимаете, что это такое. Сканируют, значит, читают по диагонали, значит, выхватывают какие-то элементы, чтобы понять вообще, что там такое происходит, а значит, если ваш текст нельзя просканировать, скорее всего он полетит в корзину быстрее, да, потому что журналисты получают более 100 пресс-релизов в день в среднем, и понятно, что они их не читают в большинстве случаев, в лучшем случае пробегаются по заголовкам, да, а читают 2-3 исследования показывают, но остальные отправляются в корзину в течение первых 10 секунд. А почему в том числе? Да потому что вот они их просканировали и увидели, что просканировать текст невозможно, да, или просканировали, а текст скучный и так далее и тому подобное. Но то, что вот, причем читатели тоже сканируют, мы это дальше увидим в вопросах, естественно, да, просто журналисты еще более требовательны, потому что журналисты сталкиваются с огромным количеством текстов не только в жизни, но еще и по работе. Да, ну и в чем проблема традиционных форматов, с которыми мы все привыкли работать? Ну, первое, конечно же, стандартная подача, да, большинство текстов мы откроем, да, там в бизнесе, в госструктурах, неважно, зайдем там то ли на сайт, то ли в социальные сети, посмотрим пресс-релизы. Не у всех, да, я надеюсь, что вы прекрасное исключение, но у многих очень стандартная подача, скучные истории, неинтересные никому за пределами компании, да и внутри компании не всегда интересные, да, и самое главное, что, конечно же, у аудитории очень мощные рекламные фильтры, потому что рекламы много в нашей жизни, атакуют нас очень много предложениями что-то купить отовсюду, из всех источников, и когда люди видят ваш релиз или вашу новость о том, что какие вы молодцы, это тоже воспринимается как реклама. Люди очень четко, у них этот радар настроен, и внимание выключается, переключается на что-то, как только мы в лоб себя хвалим, да, и неважно, даже если мы госструктурой ничего не продаем, как бы напрямую в виде товара, мы все равно продаем себя, продаем свои идеи, люди это улавливают и начинают терять внимание. Что еще? Однотипные безликие комментарии, которые мы даем медиа, да, как бы вот не раскачать лодку, что-то обтекаемое, потому что руководитель, особенно сегодня, да, когда рисков много, так или иначе, но старается вот лишний раз чего-то резкого не говорить, что-то, чего-то такого, за что может потом прилететь, неизвестно откуда, да, сегодня это может быть дежурные цитаты, которые мы вставляем в пресс-релизы, в посты, в новости, в свои тоже примерно такие же, как и комментарии. Конечно, все это вот не ведет к тому, что аудитория прям горит желанием читать наши тексты, работать с нашими новостями и прочее, да, плюс изменение паттернов восприятия, все-таки меняется медиа-ландшафт, меняются привычки людей и меняется паттерн восприятия, да, что это значит? Ну вот 43% читателей сканируют тексты, это другое уже исследование, у них, да, у журналистов эта цифра намного выше, а у читателей 43% сканируют тоже тексты, да, опять-таки, вот это всегда мы должны помнить. Я думаю, что сканируют гораздо больше, чем 43 на самом деле, да, я не знаю, как они мерили, а дальше уже кто-то читает, а кто-то только сканирует. Вот это вот вопрос, да, возможно, 43% только сканируют, никогда не читают, такие есть, да, есть те, которые вообще не открывают. 94% принимают решение, читать или нет, в первые 2 секунды. Вот в это я очень сильно верю, в эти результаты, потому что это так и есть. 2 секунды мы смотрим, мы подсознательно принимаем решение, читать или нет. Мы не, вот сидим анализируем, читать или не читать, нет. Мы вот просканировали быстро, увидели, значит, ну, мутный заголовок, текст одним кирпичом, выделить главное сложно, много букв, на абзаце не разбит, все, в корзину, да, мысленно, да, мы не журналисты даже, мы читатели. Все, пошли дальше, есть рядом куча всего другого классного контента, где о нас позаботились, а здесь о нас не позаботились. Раз не позаботились о нас, значит, ну, а зачем мы будем читать это все? 79% никогда не читают текст полностью, да, вот это вот нужно понимать, что есть люди, которые просто, вот они кусок какой-нибудь прочтут, причем не факт, что сначала, может быть, из середины, может быть, какой-то вот фрагмент, может быть, только заголовок, да, вот сегодня борьба за читателей идет очень жесткая. Поэтому, если мы остаемся в рамках классических традиционных форматов, которые сложились в эпоху, когда не было переизбытка информации, да, то, конечно же, мы теряем огромное количество, да, то есть мы вот продолжаем писать в никуда. Ну, и новые ожидания аудитории тоже нельзя сбрасывать со счетов. Новые ожидания аудитории, что это, да? Люди ждут персонализированного контента, все устали от серого, одинаково, контента рассчитанного на всех, не бывает контента рассчитанного на всех, на всех это значит ни на кого, да, каждый хочет, чтобы про него поговорили, чтобы его какие-то затронули струны души, скажем так, или какие-то болевые точки, болевые темы. Люди предпочитают бренды, рассказывающие истории, они продающие товар, да, и вообще не только бренды, в целом истории продолжают как бы оставаться в тренде и будут оставаться в тренде очень долго. Мы любим истории, мы с детства слушаем сказки, читаем сказки и так далее. И мы любим истории, мы вовлекаемся в истории. Поэтому, если вы истории рассказывать не умеете или истории у вас скучные, вы теряете огромное количество аудитории, безусловно. Ищут эмоции. Эмоции людям нужны. Не нужны какие-то громкие утверждения, не нужны лозунги, не нужны какие-то императивы. А хочется питаться эмоционально. Хочется получить какую-то эмоцию от текста. Хочется обменяться эмоциями, может быть, и так далее. Ну, и хотят интерактивного взаимодействия, потому что тоже односторонняя коммуникация, когда писатель пописывает, читатель почитывает, она уже устаревший формат. Хочется диалога, хочется взаимной коммуникации. Вот. И вначале такой вводный момент про тренды, про то, что мне кажется важным, на что мне кажется важным обратить внимание. Теперь перейдем к текстам. Как правило, если мы говорим про бизнес или про госструктуры, все равно у нас, не сказать, что у нас прям все инфоповоды очень веселые, и что очень прям здорово, что всем так хочется узнать, что мы делаем. Скорее всего, мы делаем нудную, однообразную, рутинную работу, но наша задача, как пиарщиков, рассказывать о ней весело и интересно, чтобы не скучал человек. Вот не с таким лицом, как этот котик, чтобы читал нашу новость. И я вот поделюсь некоторыми приемами, которые, мне кажется, могут усилить эти тексты, потому что, в первую очередь, это, конечно, будет касаться текстов каких-то для соцсетей, может быть, для рассылок, может быть, для сайтов, для новостей, но и для пресс-релизов в том числе. Не все подойдет, конечно, к пресс-релизам, как вот, когда провожу тренинги, провожу аудит текстов отдельно, у меня есть там услуги проведения аудита для пиар-текстов или прочих там продающих текстов для разных компаний. И иногда выстреливают очень неожиданные пресс-релизы. Да, вроде бы есть канон, четкий заголовок по принципу заголовок факта, там под заголовок расшифровывающий и так далее, но иногда неожиданные заходы в пресс-релизы тоже у СМИ выстреливают очень неплохо. Поэтому вот я расскажу о приемах, а как их применять, что вам подойдет и что применять у себя, вы решите сами. Итак, ну что ж, давайте пойдем с первого приема. Первый прием, да, проводим параллели жизни. Как оживить текст? Провести параллель жизни, да. Если вы, например, продаете бухгалтерские услуги. Ну, текст как бы классический будет выглядеть. Важность правильного распределения активов и все, все уснули, мы потеряли читателя. Нет, вместо этого проводим параллель жизни с тем, что человеку близко. Что может быть ближе холодильника? Представьте, что ваш бюджет это холодильник. Распихивать все продукты на одну полку – плохая идея. То же самое и с активами компании. И дальше пишем про диверсификацию, например, про все остальное. И так далее. Представьте, что ваш бюджет это холодильник и полки холодильника. Каждый себе нарисует в голове картинку. Как только в голове картинка нарисовалась, кино закрутилось. Все, мы читателя поймали на крючок. Дальше наша задача его на этом крючке удержать. Да, чтобы потом не свалиться опять в это скучное. То есть, вот наша задача каждый раз найти какой-то угол подачи. Причем, чем ближе к началу текста, тем лучше. То есть, мы с самого начала должны захватить внимание и его удерживать. Поэтому вот оживлять и идти. Оживлять, удивлять, делиться эмоциями. Если ты говорим про удивлять, неожиданное сравнение. Амортизация основных средств – это постепенное перенесение стоимости. И тут все уснули, кроме каких-то людей, влюбленных в бухгалтерию. А мы пишем, представьте, что ваш автомобиль – это чашка кофе. С каждым глотком ее ценность уменьшается. Точно так же работает амортизация. И тут уже каждый опять-таки себе нарисовал. И вот такой вот яркий пример. Он сразу многим как бы вот показал, как это выглядит. У многих яркая картинка. Она, во-первых, запоминается. Во-вторых, неожиданная ассоциация. Ничего себе, как автомобиль и глоток кофе. И тут вот начинаешь строить ассоциации. И вот на этом как бы читатели ловятся. То есть, вот такие вот. Ищите такие неожиданные сравнения. Найдите, с чем необычным можно сравнить. Потренируйтесь на досуге. Найдите, с чем необычным можно сравнить ваш бизнес. То, что делают ваши сотрудники. То, что производит ваша компания. Что с чем таким, чтобы человеку было это близко, наглядно. И он удивился. Ничего себе, какая метафора. Вот автомобиль, чашка кофе и амортизация основных средств. Ну, совсем как бы вроде далекие вещи. Но мы их так увязали, что, например, что людям стало интересно. Ну, простой ритейлинг, конечно, я уже говорил. Истории рулят. Да, не просто пишем. Мультимодальные перевозки скоропортящихся грузов. Что гонка со временем. Двоеточие. Как свежая клубника из Турции попадает на прилавки Сибири за 36 часов. Вот мы рассказываем про нашу работу. Если мы логистическая компания. Если мы возим, доставляем грузы. Но вот с таким заголовком, например, мы зацепим большое количество читателей, на мой взгляд. То есть, нет универсальных приемов, которые выстреливают у всех 100%. Моя задача накидать вам набор приемов. Ваша задача иметь этот конструктор. И когда вы садитесь писать очередной текст, просто открыть этот конструктор. Посмотреть и выбрать какой-то прием. Ваша задача, конечно, этот конструктор накапливать не только из этого вебинара. Но вообще из всех книг по копирайтингу. Каких-то там семинаров, тренингов и так далее. Просто того, что вы читаете удачно у других. И копилочку себе складывать. Потому что нет ничего хуже, чем писать тексты по заезженному своему шаблону. Я себя часто на этом ловлю. Я сажусь писать очередной текст. И я в цитноте. И у меня там, может быть, не то настроение. Я вынимаю какой-нибудь шаблон старого текста и просто его переделываю. Или просто пишу из головы, но по шаблону смотрю. Ну, как это как в том анекдоте. Что он не соберет, получается автомат Калашникова. То есть, вы привыкли делать что-то. И рука сама выводит какие-то вещи. И потом мы думаем, а что же стеклянный потолок, который мы пробить не можем. Почему никто не хочет читать эти тексты. Да потому что они вот по такому шаблону, который никого не цепляет. Поэтому задача разнообразить. Заставляйте себя писать в разных стилях. Напоминайте себя. Повесьте себе напоминалку просто на компьютер. Смени шаблон. Или что-то в этом роде. Чтобы вы в него взглядом утыкались. Очередно раз, когда с текстом не цепляет. Надо сменить шаблон. Следующий прием. Дневник. Тоже очень хорошо заходит. И тоже это стори-тейлинговый такой инструмент. Вместо ремонтной работы проводится согласно графику. Окончание запланировано на 25 ноября. Ну, скучно и обычно пишем. День первый. Прощаемся со старой плиткой. День третий. Неожиданная находка. Под слоем краски обнаружили мозаику 60-х. День седьмой. Новая жизнь старого подъезда. Первые жильцы оценивают результат. Если мы ЖКХ и управляющая компания ремонтируем подъезд. Мы описываем свою работу. Не просто вот мы покрасили и так далее. В виде дневника описываем такого. И люди это будут читать. И это даже такие скучные вещи. Хотя, если вы живете в этом подъезде, вам уже не так скучно. Но все равно вы будете это читать с большим интересом. Да, я забыл напомнить, что можно писать вопросы и по ходу вебинара. Если у меня получится, я буду отвечать на них по ходу. Если нет, я в конце тоже их найду и на них отвечу. Поэтому, если придумали какой-то вопрос, пока не забыли, пишите его в чат в зуме. Я буду отвечать. Итак, следующий прием. Драматургия. Наша задача создать драму. Опять-таки, сторителлинг. Нагнать немножко драмы. Смотрите. Вот пишем, например, про какую-то систему, если мы айтишники. Обеспечение отказа устойчивости системы. Опять-таки, скучно. Смотрите. Черная пятница. Миллион пользователей на сайте. И тут падает основной сервер. История о том, как команда DevOps, бренд подставляется любой, спасла распродажу года. Да, мы айтишники, мы починили, мы спасли. Но при такой подаче людям будет читать интересно, потому что сразу появляется драма. Ничего себе, миллион пользователей на сайте падает сервер. Мы все себя почувствовали тут же на месте этих людей. Думаю, ничего себе и что. И вот дальше мы будем смотреть, как это все происходило, например. Дальше, что еще? Если, опять-таки, мы ЖКХ. Вот, что может быть скучнее, чем ЖКХ, если только это не какой-то кризисный кейс, когда людям весело нас атаковать. Шучу. Значит, ну, смотрите. Ежедневно службы ЖКХ осуществляют вывоз твердых бытовых отходов согласно установленному графику. Ну, скучища. Скучища. Да, давайте попробуем сделать, опять-таки, пустить людей за кулисы. Бэкстейдж такое им показать. 4.30 утра. Пока город спит, Николай заводит мусоровоз. Впереди 8 часов и 47 контейнерных площадок. Каждый день он вывозит 15 тонн мусора. Это вес трех взрослых слонов. Давайте проведем с ним один рабочий день. Я думаю, что многие с нами пойдут и дальше по этому тексту. Вот пришел вопрос. Спасибо вам огромное за интересную лекцию. Спасибо вам. Подскажите, в записи эта лекция останется? Да, я ее записываю и запись выложу, как обычно, на мой YouTube-канал. Ко мне в БК и ко мне в Дзен. И ссылку кину к себе в Telegram-канал. Так что можно будет там потом запись этого видео посмотреть. Вот. Поэтому пускаем за кулисы. Ну, просто видео посмотреть – это здорово. Но вот в процессе вебинара вы можете вот так вот задать мне вопрос. Вот. Итак, поехали дальше. Прием «Было-стало» тоже неплохо работает. Да, и не только в рекламе. Смотрите, было 12 часов на обнаружение угрозы. Опять-таки, если пройти, например, мы говорим. Три специалиста для решения проблемы. 150 тысяч рублей убытков при каждой атаке. Да, если мы говорим про атаки хакерские. Стало 3 минуты на выявление угрозы, автоматическое блокирование атак. 0 рублей потерь за последний год. Вот. Вот когда мы вот так раскладываем, во-первых, это очень наглядно. И сразу показывает эффективность нашей работы. Во-вторых, прикольно просто даже читать, сравнивать. Да, вот такой вот эффект закрытого гештальта. Да, люди дочитают хотя бы, чтобы сравнить. Потому что мы их сначала погрузили в проблему. Ну, 150 тысяч рублей убытков при каждой атаке. 12 часов на обнаружение угрозы. Интересно, дальше-то что же сделали. Да, и люди дочитают. А там мы им что-нибудь еще подгрузим голову. Прием масштаб. Да, наша задача показать людям наглядно. Опять-таки, нарисовать картинку. И уйти от скучных цифр. Потому что в большинстве бизнесов, конечно же, сложно. Да, и не только бизнесов. Мы оперируем большими цифрами. Думая, что людям вообще так легко это все понимать. Что люди тоже понимают их значимость. А люди не понимают. Да, например, мы говорим. Производительность нашего станка или чего-то. 10 тысяч единиц в час. Много это. Мало. Мы не понимаем. Для этого мы должны показать людям с чем-то сравнить. Сравнение ключ к пониманию. За то время, пока вы читаете этот текст, станок успевает произвести столько деталей, сколько помещается в багажнике вашей машины. А за день работы он наполнит целый железнодорожный вагон. К примеру. И вот у нас уже живая картинка перед глазами. И вот мы уже понимаем, много это или мало. И мы можем себе наглядно это представить и ощутить. И тот же прием. В 23-м году вывезено 120 тысяч тонн мусора. Что на 5% больше показателей прошлого года. Опять, 120 тысяч тонн мусора. Много, мало. 5%. Смотрите, за неделю наши мусоровозы проезжают расстояния от Москвы до Парижа. А за год собирают столько пластика, что из него можно сделать 3 миллиона футболок. Превращайте расстояния в понятные какие-то, сравнивая с чем-то, что человеку легко представить. Не нравится Париж, замените от Москвы до Екатеринбурга, Владивостока, чего угодно, 3 миллиона футболок или что-то еще, или статуи высотой отсюда до Эвереста. Как угодно. Но дайте картинку. Запустите кино в голове человека. Кстати, про кино. Еще один хороший прием. Это аналоги с кино и сериалами. Так или иначе, большое количество людей смотрит фильмы, смотрит сериалы. Конечно, ассоциируются лучше с трендовыми. Те, которые на слуху, и те, которые большинство хотя бы смотрело или слышало про них. Да, потому что это будет рождать лучшие ассоциации. Смотрите. Представьте, что ваша бухгалтерия – это Игра престолов. Налоговая служба идет. Зима близко. А ваш главбух – это Тирион Ланнистер, который благодаря своему уму превращает сложные битвы с цифрами в изящные победы. Как угодно здесь можно привязывать к любому сериалу, мультфильму, фильму популярному, который в тренде и который все смотрят. И эти ассоциации, конечно, цепляют людей. Потому что даже если человеку, может быть, не сильно нравится Игра престолов, но он все равно отреагирует на этот текст лучше, чем на более кондовый какой-то. Еще один инструмент, который я хочу предложить – метод обратной структуры. Что это такое? Начинаем с конца. Не сначала. Ну, то есть, это некий аналог перевернутой пирамиды, вроде бы, но не совсем. Разрушаем хронологию, строим поислование нелинейно. Ну, например, если у нас, например, IT-компания с условным названием Кодмастер. Все компании, названия которых здесь присутствуют, все вымышленные. Я их придумал для того, чтобы на тренингах показывать, на вебинарах разбирать. Традиционный подход. Компания, ну, то есть, все совпадения случайны. Компания Кодмастер разработала новую систему управления проектами. Система позволяет, все, мы поняли рекламный текст, выключили внимание, отвлеклись, пошли котиков смотреть. А теперь попробуем, как перевернуть, как сделать так, чтобы человек хоть задержался в нашем тексте. Я думал, это невозможно. Закончить проект на две недели раньше срока, говорит Андрей, руководитель строительной компании. Особенно, когда в команде 200 человек. Но это случилось, причем не в Кремниевой долине, а в Челябинске. Как обычная строительная компания превратилась в образец проектной эффективности? История началась полгода назад, когда компания Кодмастер заметила странную закономерность в работе крупных проектов. И дальше мы рассказываем, как мы выявили эту закономерность, как мы на ее основе разработали какой-нибудь новый универсальный продукт, который предложили на рынок. Или строительная компания Стартстрой. Если мы идем традиционным путем, что мы пишем? Компания Стартстрой начинает строительство нового инновационного ЖК. И дальше мы его начинаем нахваливать. И, а внимание, рекламный радар уже включился и неинтересно уже никому. Что можно сделать? Как можно перевернуть? А начните с момента, когда уже ЖК построен. То есть, принцип перевернутой пирамиды, он о другом, как я говорил. Он о том, чтобы сразу сообщить главное в начале, а потом второстепенные детали. Главное это и есть. Начинать строительство инновационного ЖК, а дальше мы там сообщаем подробности. Нет, мы идем по другому пути. Мы переворачиваем именно хронологию. Смотрите. 2026 год. Семья Петровых заезжает в новую квартиру, где искусственный интеллект уже настроил температуру, влажность и свет в соответствии с их предпочтениями. Включил негромкофонную любимую музыку и запустил аудиогид по квартире. И дальше. 2024 год. Именно с этого видения начался проект нового умного квартала Стартстора. Мы сначала погружаем людей в ситуацию, когда результат уже получен, описывая преимущества этого результата, погружая их, не описывая, погружая их, а потом уже откатываемся назад, объясняя, что произошло и почему мы про это рассказываем. И здесь уже погрузившись вот в это и представив себя на месте семьи Петровых, многие подумают, да, интересно. Хотя бы дочитают. Техника неожиданный ракурс, да, взгляд глазами необычного наблюдателя, смена точки зрения тоже хорошо, да, то есть мы привыкли, вот мы компания, мы со своей колокольни обещаем, а нужно найти какого-то героя, который, наша история, от лица которого может пойти речь, да, как в школе нас учили писать сочинения, когда по картине, условно говоря, опять двойка. И кто-то писал это сочинение от лица мальчика, получившего двойку, а кто-то писал от лица портфеля, который держит мальчик, например, да, и вот этот неожиданный подход всегда цеплял, удивлял и развлекал. Да, это по этому же принципу. Смотрите, традиционный подход. Завод Экопласт запустил линию переработки пластиковых отходов. Ну, скучно, обычно, ничего выдающегося. Что можно сделать? Дневник пластиковой бутылки. День первый. Меня выбросили в мусорный бак у супермаркета «Радуга». Думал, это конец. День седьмой. Оказывается, у пластика может быть вторая жизнь. Сегодня я на конвейере завода «Экопласт». Говорят, превращусь в детскую игрушку. День третий. День тридцатый. Я розовый конструктор, в руках пятилетней Маши. Кто бы мог подумать? Ну, мне кажется, да, пишите в комментариях вообще, ну, как бы, как вам эти идеи, те, которые я предлагаю, потому что, ну, мне интересна ваша обратная связь. Мне кажется, что так мы часть аудитора, особенно если мы про соцсети говорим, например. Ну, и для журналистов это тоже будет заходить, потому что у них тоже все скандово стандартно, то, что они получают от пиарщиков. И такое их, как минимум, развлечет, привлечет внимание. А уж как из этого сделать свой текст, они решат. Спасибо, да, идея огонь, идея отличная, эффективная, работающая. Спасибо. Техника айсберг. Да, ну, как это, ледяной горой айсберг из тумана выплывает. Постепенно мы, как бы, вот, обнаруживаем, постепенно вводим новые слои, какие-то глубинные смыслы и так далее. Да, то есть, не сразу, а вот, как бы, слоями. Так же, как вот айсберг, у которого сначала мы видим верхушку, а потом понимаем, сколько там всего. Например, смотрите. Сеть пекарен хлеб дома. Традиционный подход. Открылась новая пекарня, пекущая хлеб при помощи старинных рецептов. Ну, наверное, если вы живете прямо рядом с этой пекарней, может быть, это вас заинтересует, что появилась новая точка, где вы можете хлеб покупать интересный. Но, в целом, реклама, 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 рекламный радар. А если пойти по другому пути? Смотрите. Уровень первый. Заголовок. В центре Москвы нашли рецепт хлеба 1874 года. Вообще от другого подхода. Лид. Ключевой абзац. Старинная записная книжка, найденная при реставрации особняка на Пятницкой, изменила судьбу московского пекаря. И дальше основная история. Смотрите. Михаил Степанов должен был стать юристом. Но один день в архиве перевернул его жизнь. Дальше мы пишем, как он нашел эту записную книжку, решил открыть пекарню и так далее. И дальше четвертый уровень уже. Добавляем глубины. История связи поколений, возрождение традиций, важности наследия. Все в духе актуальных ценностей. И не просто открылась пекарня по старинным рецептам. А вот сразу в историю погружаем и нагружаем этими слоями. Мне кажется, это было бы достаточно интересно. Ну и что еще? Адаптируем тексты для соцсетей. Вот самая главная проблема, с которой приходится часто сталкиваться. Написали мы кондовенький пресс-релиз. Даже, может быть, не самый плохой пресс-релиз написали для СМИ. И его же публикуем в соцсетях. Ну вот, на мой взгляд, это большая ошибка. Потому что все-таки совершенно разные функции. Загрузите его на сайт. Если вам он там особенно нравится для соцсетей, мы должны все-таки его переделать. Особенно учитывая аудиторию. Аудитория в соцсетях. Она другая. И ей нужно другое. Особенно если мы большое промышленное предприятие, мы еще должны четко... Ну, не обязательно большое промышленное предприятие. Бизнес любой. И госструктура. Мы должны понимать четко, для кого мы пишем в соцсетях. Мы пишем для потенциальных клиентов. Это одно. Мы пишем для внутренней аудитории. Или для прокачки бренда работодателя. Это другое. Мы пишем для массовой аудитории. Если у нас масс-маркет, это третье. Ну, давайте посмотрим на примеры промышленности сначала. Берем классический релиз. ПАО ТЕХНОМАШ. Еще раз, все названия выдуманы. Все совпадения случайны. Началось серийное производство редукторов ТР-2000. Это тоже выдумка. Для теплоэлектроцентралей. Этот заголовок для пресс-релиза окей, наверное. 20 октября 2024 года на производственной площадке ООО ТЕХНОМАШ запущена линия по производству редукторов серии ТР-2000, предназначенных для использования в системах теплоэлектроцентралей. Классика. Повтор заголовков в ЛИДе. Чуть более расшифрованный. Окей, не будем придираться. Сейчас мы не про релизы. Новое оборудование позволяет выпускать до 200 единиц продукции. Ежемесячные инвестиции в проект составили 450 миллионов рублей. Вот это мясо, которое любят журналисты. Здесь все хорошо. Производственная линия оснащена современным оборудованием японского и немецкого производства. Запуск новой линии является важным этапом в развитии нашего предприятия и позволит обеспечить растущие потребности энергетического сектора в качественном оборудовании отечественного производства. Отметил генеральный директор ООО ТЕХНОМАШ Сергей Петрович Иванов. Опять-таки, для релиза окей. Ну, вот если мы такой текст читаем в соцсетях, мы уже бросили читать, понятно. Редукторы серии ТР-2000 характеризуются повышенной износа стойкостью, сниженным уровнем шума при эксплуатации и увеличенным межсервисным интервалом. КПД изделия составляет 96,8%, что на 2,3% выше аналогичных показателей предыдущей серии. Внедрение новой технологии термической обработки шестерен позволило существенно повысить эксплуатационные характеристики редукторов. Срок службы увеличен до 15 лет при работе в условиях повышенных нагрузок, прокомментировал главный инженер предприятия Алексей Николаевич Сидоров. Предприятие планирует обеспечить поставки редукторов на 35% теплоэлектроцентральной страны к концу 2025 года. То есть, для потенциальных инвесторов, для клиентов-покупателей, для СМИ, там еще для кого-то, это нормальный служебный текст, из которого можно в виде пресс-релиза отправить журналистам. Он там немножко кондован, все равно написан даже для релиза, но тем не менее, ок. Но если мы с таким приходим в соцсети, мы, конечно же, теряем аудиторию, потому что соцсети не это хотят видеть. Давайте предположим, что у нас ПАО Техномаш, для чего мы ведем соцсети? Ну, вряд ли мы ведем соцсети для того, чтобы там находить себе клиентов, которые будут покупать редукторы для теплоэлектроцентрали. Скорее всего, мы этих клиентов всех и так знаем, с ними у нас прямые контакты, работа через отдел продаж, через другие инструменты и так далее. А соцсети мы ведем для общей репутации и, вероятнее всего, для, например, построения HR-бренда с тем, чтобы люди, работающие у нас в компании, или люди, которые мы хотим, чтобы в итоге пришли работать в нашу компанию, посмотрели, почитали и сказали, а да, они классные, у них, наверное, прикольно работать. И тогда мы должны совершенно по-другому сделать текст для соцсетей. Давайте посмотрим, как это могло бы быть. Понимаем, что вектор меняется. И уверяю вас, что вот такие тексты, которые я сейчас там покажу, ну, пример, как я бы это сделал, они и потенциальных клиентов тоже будут цеплять гораздо больше, чем вот эта вот вся официальщина. Поехали. Как заставить работать тысячу чайников одновременно? Да, цифры тоже условные. Но главное, чтобы они были яркие. Спойлер, мы научились. Наш новый редуктор TR-2000 может обеспечить энергией целый микрорайон. А если точнее, 50 тысяч квартир одновременно. Представьте механизм размером с ваш холодильник, внутри которого 147 деталей крутятся с точностью швейцарских часов. Я ничего не понимаю в редукторах, я писал из головы. Специальное покрытие делает его практически бессмертным. Он тише, чем ваш домашний код, правда. Забавный факт. Во время тестов наш редуктор проработал без остановки 72 часа. За это время вы бы успели посмотреть все сезоны Игры Престолов дважды. Не факт. Слетать на Марс и обратно. Ну, почти. Приготовить 4320 чашек кофе. А знаете, что самое крутое? Раньше такие штуки делали только в Германии. Теперь мы научились сами. Кстати, если интересно посмотреть, как это работает, листайте карусель. На фото наш главный инженер Алексей показывает, как редуктор превращает обычное вращение в супермощную энергию. По скриптам. Да, мы, правда, подсчитали количество чайников. Ну, вот, например, да, мне кажется, что такие посты структурированные, с эмодзи, с юмором и простым языком излагающие сложные вещи. Да, мы тут какие-то цифры, мы там про 450 миллионов не написали. Еще что-то. А нет, это важно в соцсетях. В соцсетях важны другие аспекты, другие акценты. И зато мы здесь показали, что импортозамещение рулит и так далее. Благодаря нам. И так далее и тому подобное. И люди с интересом это прочитали, улыбнулись. И, может быть, даже полистали карусели. Давайте еще примеры посмотрим. ОАО Химпром запустила новую линию по производству полимерных материалов. Ну, тоже классика, да. 15 октября 2024 года на производственной площадке ОАО Химпром состоялся запуск автоматизированной линии по производству полимерных материалов нового поколения с улучшенными характеристиками биоразложения. Производственная мощность линии составляет 15 тысяч тонн продукции в год. Степень биоразложения материала достигает 98% за 6 месяцев в естественной среде. Инвестиции в проект составили 780 миллионов рублей. Новая технология позволит нам занять лидирующие позиции в сегменте экологических полимеров, заявил генеральный директор Михаил Степанович Кузнецов. Ну, да, прекрасно, новая разработка, все круто, здорово. Но, опять же, да, для того, чтобы зацепить аудиторию в соцсетях, я предлагаю немножко с текстом поколдовать и получить что-нибудь вот вроде этого. Что общего между пакетом из супермаркета и опавшими листьями заголовок? Да, я много раз говорил, что заголовки в соцсетях должны быть обязательно, с моей точки зрения, должны быть тоже цепляющими. Но не такими, как в пресс-релизах, конечно. Обычно ничего, но мы это исправили. Наш новый экопластик растворяется так же, естественно, как осенние листва. Правда, немного дольше. Нам нужно 6 месяцев вместо 2 недель. Как это работает? День первый – обычный прочный пакет. День 60-й – начинает таять, как мороженое на солнце. День 180-й превращается в удобрение для растений. Забавные факты из лаборатории. Наши микробопомощники съедают пластик на завтрак. За год они переварят столько пластика, сколько весят 3000 слонов. И да, мы считаем в слонах. А что тут удивительного? А вот что получат планета. 15 тысяч тонн меньше пластика в океане. Чистые пляжи на 15 тысяч тонн. Чистые пляжи и леса – счастливые черепашки. Они больше не перепутают пакет с медузой. Хотите увидеть, как пластик исчезает? Листайте карусель. Наш главный технолог Анна сняла таймлапс разложения. Такие вот вещи, на мой взгляд, как бы гораздо лучше цепляют, гораздо лучше привлекают внимание и так далее. Вот пришел комментарий. Тимур, спасибо за базу. Спасибо вам. Ценю, что не жадничаешь и делишься полезной информацией. Те, кому нужно, все впитают. Глаз и правда замылен. Плюс требования наших организаций к оформлению текстов. Правда стирают все зачатки творчества. Такое есть, я понимаю. Но капля камень точат. С этим тоже нужно бороться. Нужно и можно бороться. Не везде, не во всех сферах. Я прекрасно понимаю специфику. Но, тем не менее, если мы будем опускать руки и совсем ничего не делать, нам будет грустно и скучно ходить на работу. Мы начнем выгорать быстрее. Поэтому креатив должен оставаться везде. Даже там, где совсем все зарегулировано. Еще один пример. Уже не из промышленности. О начале работы пекарни полного цикла. Торговая сеть «Семейный Маркет» информирует о запуске собственного производства хлебобулочных изделий в магазине на улице Парковая, 15. Производственная мощность пекарни составляет 1500 изделий в сутки. Ассортимент включает 45 наименований хлеба и выпечки. Используется оборудование европейского производства. Собственно, пекарня позволит предложить покупателям свежую выпечку по привлекательным ценам, прокомментировал директор по производству Игорь Сергеевич Васильев. Открылась новая пекарня. Много наименований мы уже потеряли тоже где-то внимание на середине. А давайте адаптируем текст для соцсетей. Признавайтесь, кто сегодня учуял божественный запах на Парковой? Это вам не показалось. Мы запустили настоящую пекарню прямо в магазине. Что это значит для вас? Теплый хлеб каждые 30 минут, круассан, от которых плачут французы, бабушкины рецепты в современном исполнении. Наши секретные ингредиенты. Мука с местной мельницы, всего 50 километров от города. Закваска, которой уже 3 года, мы ее холим и лелеем. Много-много любви к своему делу. Время выпечки. 6.00 первая партия круассанов. 8.00 любимые багеты. 12.00 обеденные киши и пиццы. 16.00 сладкие булочки к чаю. 19.00 хлеб для ужина. Акция недели с 16 до 20.00. Скидка 20% на всю выпечку, потому что свежий хлеб должен быть в каждом доме. Топ-3 хита первой недели. Багет с прованскими травами, ржаной на закваске, улитка с корицей. Что испечь завтра? Голосуйте в комментариях, победитель получит скидку 50% на выбранный товар. Вот как можно зацепить, вовлечь, устроить диалог. Вместо скучного объявления, что мы открылись, приходите к нам за хлебом. Мы открылись, приходите к нам. Почему к вам? Тут еще много разных магазинов. Все вылетело из головы. А вот круассан, от которого плачут французы, и улитка с корицей и так далее, потому что свежий хлеб должен быть в каждом доме, это цепляет, запоминает, погружаетесь в эту атмосферу. Божественный запах на парковой тоже захотите учуете, если вдруг не учуяли. На мой взгляд, вот такими инструментами мы, конечно, аудиторию вовлекаем и удерживаем. А что же госструктура, скажете мне вы? Что же делать, если у нас городская администрация? Давайте посмотрим, что можно делать, если у нас городская администрация. Возьмем вымышленный город Камышевск и пишем, администрация города городского округа Камышевск информирует о начале работ по благоустройству Центрального парка. Да, тоже классика. В рамках реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды 15 ноября 2024 года начинаются работы по комплексному благоустройству Центрального городского парка имени 50-летия Камышевска. Проектом предусмотрено, классика, пассив, канцелярит, все как положено, создание четырех функциональных зон, установка 47 объектов освещения, укладка 2,5 километров прогулочных дорожек и высадка 134 деревьев. Срок выполнения работы 90 календарных дней. Реализация данного проекта позволит создать современное общественное пространство для отдыха горожан, отметил глава администрации Виктор Анатольевич Сорокин. Объем финансирования составляет 45 миллионов рублей. Ну, и вот, да, классический такой вот текст, который, опять-таки, ну, неплохой, да, содержит фактуры много, и цифры, и цитата вроде бы, да, хотя цитата тупая, ну, и так далее. То есть, ну, вот классический релиз. Что же можно сделать, да, для соцсетей? Наш любимый парк уходит на перезагрузку. Знаете место, где ваша бабушка каталась на карусели, папа делал предложение маме, а вы гоняли на велосипеде? Да, наш центральный парк. И у нас для вас большие новости. 15 ноября начнется его преображение. Что будет? Уютная зона для пикников. Наконец-то можно легально жарить шашлыки. Площадка для выгула собак отдельная, чтобы ваш песик не гонялся за белками. Веревочный парк для детей и взрослых. Классные фото в запрещенной сети гарантированы. Сцена для городских концертов. Ну, там, меняем на ВК, конечно же, да? Не знаю, как у меня тут проскочило. Сцена для городских концертов. Спойлер, уже договариваемся с крутыми артистами. О природе. Высадим 134 новых дерева. Это как маленький лес. Через 10 лет они создадут такую тень, что можно будет забыть про кондиционеры. Для любителей цифр. 2,5 километра новых дорожек. Это как пройти от вокзала до площади 5 раз. 47 фонарей. Больше, чем звезд в ковше большой медведицы. 90 дней работы. К весне точно успеем. Что делать, пока идет ремонт? Следить за обновлениями. Обещаем много фото. Делиться идеями в комментариях. Запасаться терпением. Оно того стоит. Хотите увидеть, каким будет парк? Листайте карусель. Особенно круто выглядит ночная подсветка. Вот пример, да? Как можно тоже цепляюще интересно. Ждливым простым языком, а не кондовым чиновничем, рассказать о простых вещах. Ну, или вот классика. Ремонт работы. Что может быть хуже, скучнее? Хотя, понятно, что это проблемная тема. Тема, волнующая. Те, кто должен понимать, что он не проедет по улице. Как обычно это начинается? О проведении ремонтных работ на улице Ленина. Да? Вот эти вот прекраснейшие заголовки. Практически поэтические. Администрация городского округа Камышовск сообщает, что в период с 20 октября по 20 ноября 2024 года будет проводиться капитальный ремонт дорожного полотна по улице Ленина на участке от улицы Советской до улицы Пушкина. Планируется замена асфальтового покрытия, бордюрного камня и установка 12 умных светофоров. Движение транспорта будет организовано по объездным маршрутам. Работы проводятся с использованием современных технологий и материалов, что позволит увеличить срок службы дорожного покрытия, прокомментировал начальник управления городского хозяйства Игорь Петрович Кузьмин. Вот банальная, стандартная как бы заметка. Если мы то же самое кидаем себе в соцсети, ну, скорее всего, получим очень низкую вовлеченность, да, вовлеченность, как мы понимаем, сегодня наше все. Что же сделать, чтобы текст был живее и лайков было больше и комментарии собрать? Внимание, улица Ленина уходит в отпуск, например, пишем заголовок. Нет, она не поедет на море, хотя и заслужила, просто мы наконец-то сделаем из нее дорогу вашей мечты. Когда? 20 октября, 20 ноября, ровно месяц мы засекаем. Что будем делать? Меняем асфальт, тот самый, который вы фотографировали для жалоб, ставим умные светофоры, они будут подстраиваться под трафик, делаем новые бордюры, прощайте лужи. Что получите вы? Ровную дорогу, чашка кофе в машине больше не проливается. Меньше пробок, светофоры сами решат, кому ехать. Сухие ботинки, вода будет уходить туда, куда нужно. Проумные светофоры видят пробки лучше, чем Яндекс, пропускают скорую помощь автоматически, включают зеленый для опаздывающих на работу. Шутка, но было бы неплохо. Как объехать, пока идет ремонт? Листайте карусель, мы сделали понятную схему объезда и даже отметили, где самые вкусные кофейни по пути. Важно, да, будет немного неудобно, но давайте потерпим месяц ради комфортной езды. По скриптам обещаем не шуметь по ночам и пускать автобусы по расписанию. Вот такой текст, на мой взгляд, тоже улучшит значительно ваше взаимоотношение с вашей аудиторией в соцсетях, увеличит читаемость, увеличит вовлечение и улучшит вашу репутацию в том числе. Поэтому, на мой взгляд, да, наша задача вот все-таки искать всегда нестандартные подходы не только для соцсетей. В конце вам небольшой чек-лист, на что обращать внимание, как сделать текст лучше. Проверить, есть ли главный герой или история в тексте. Цифры переведены в понятное сравнение. Технические термины объяснены, добавлен человеческий фактор, есть практическая польза для читателя, текст вызывает эмоции, призыв к действию понятия. Ну, такой простенький чек-лист, конечно же, не полный, но вот он тоже будет полезен. Поэтому самое главное, да, что хочу сказать, напомнить, да, вот повесьте себе напоминалку, смени шаблон, да, с тем, чтобы вот стараться каждый раз писать не шаблонно, да, да, глаза замыливаются, совершенно правильно заметил Альфия, но это проблема всех, и моя тоже проблема, я тоже пишу неидеальные тексты порой, время от времени. Но, шутка, но как бы наша задача всегда про это помнить, заставлять себя. А чем креативнее мы подходим к работе, тем интереснее нам работать, тем меньше, вот как я уже сказал, у нас выгорание. На этом я вот то, что хотел рассказать, я рассказал, теперь можем перейти к вашим вопросам, пока вы формулируете и пишете вопросы, я напомню, в том числе для тех, кто позже присоединился, что мы приготовили, какие мероприятия для вас в ближайшее время. 11-13 ноября, школа пиар-директора, мой трёхдневный тренинг, про тексты там тоже будем говорить, про нейросети, кстати, там тоже будем говорить, про кубличные выступления отчасти будем говорить, то есть мы по разным, по многим инструментам пройдёмся, и про медиарелейшнсы, про кризисные коммуникации и так далее, вот про для пиара, тех, кто хочет стать пиар-директором и уже работает пиар-директором, поговорим обо всём, что актуально важно сегодня. В конце ноября, 27-29 ноября, наша большая конференция новой технологии пиар-работы 2024, два потока докладов пиар в бизнесе, пиар в госструктурах, больше 30 спикеров, вот всё, что актуально на конец 24-го года в области пиара, про всё поговорим, всё разберём, познакомимся друг с другом, да, у нас будет там порядка 150 человек со всей России, как обычно, и в том числе приедут коллеги из Казахстана, как и других соседних государств, как это часто у нас бывает, да, Беларусь, Киргызстан. Познакомимся, пообщаемся, обменяемся опытом и вот разберём, что сегодня актуально, вооружимся новыми инструментами. В декабре проведу школу публичных выступлений, это мой тренинг для тех, кто хочет улучшить свои публичные выступления или научиться выступать публично, там очень много практики, там будем учиться и составлять речи, и произносить, и вести себя на сцене, и подавать, и общаться с аудиторией, в том числе со сложной аудиторией, будем это всё отрабатывать на практике. В январе 29-31 января, когда все уже выйдем из новогодних каникул, немного придём в себя и войдём в рабочий режим, мы проведём школу, нашу пиар-школу нейросети для пиар-специалистов, она уже стала традиционной, у нас мы уже два раза проводили её в этом году, и вот 25-й год тоже начнём с неё. Там тоже разные спикеры, в том числе я, мы будем вот разбирать все аспекты именно применения нейросетей в пиаре и будем не просто рассказывать, как это делается и что кто делал, но и вместе учиться это делать, вместе составлять промпты, вместе проходить там все этапы, работать, взаимодействовать с ключевыми нейросетями, которые вот нужны для создания контента в первую очередь, или создания контент-планов, пиар-стратегии и так далее, создания видео, текстов, картинок, цифровых аватаров, рилсов и так далее. И ещё одно мероприятие, про которое я хочу рассказать, пиар в B2B, это мой тренинг трёхдневный, который я пройду уже в феврале 12-14 февраля, но я почему так заранее про это говорю, потому что чем вы раньше покупаете билет, тем больше скидка, поэтому имеет смысл сейчас уже зайти посмотреть, если вы пиарщик в B2B, это тренинг для вас, три дня будем общаться, я там, то есть это мой авторский тренинг, я буду там с вами работать. Ну а все мероприятия можно посмотреть на нашем сайте eventimage.ru или зайти по QR-коду, который у вас на экране, или зайти в Яндекс, просто набрать конференцию Image Media, и там все наши мероприятия, которые предстоят, и про которые, в том числе, я не рассказал, там онлайн-курсы и прочее, там можно следить, опять же, на нем за всеми. Вот, на этом я перехожу к вашим вопросам, мы сейчас пообщаемся ещё на тему того, что вас волнует, интересует, и если у вас вопросов нет, можете просто написать мне обратную связь по этому вебинару, что показалось наиболее ценным, полезным, что взяли для себя. Вот я вижу актуальный вопрос, сейчас, секундочку, не по теме, список отличников конкурса Media Leader, сегодня увидим, ждём всей семьёй. Да, и вот Юлия Богданова пишет, присоединяюсь к вопросу про отличников. Сегодня крайний срок завтра, он сейчас в процессе определения, мы подсчитываем голоса, да, сейчас мы это всё, если успеем сегодня составить, написать релиз и составить текст, выкатим сегодня, если нет, то завтра мы объявим самое позднее, утром завтра мы объявим список отличников, но я рассчитываю, что, может быть, сегодня всё-таки успеем. Поэтому, да, вот мы объявили список победителей чуть раньше, чем обещали, 31-го, а, значит, мы его объявили в начале недели, а список отличников вот прям уже вот сейчас выпекаем, что называется, сейчас нужно сесть посчитать, кто там набрал больше всего голосов, но не попал в призёры и получит диплом отличника. Спасибо большое за интересный вебинар, спасибо вам. Так, давайте посмотрим вопросы. Тимур, добрый день, как быть, если проходят скучные переговоры с представителями компаний государственной страны СНГ, менталитет, языковой барьер, как их заинтересовать? Тексты расписаны подробно или напротив кратко в виде презентации? Переговоры идут преимущественно в письменном виде, так как страна СНГ пока пишет, чтобы информации дать им больше о нашем предлагаемом проекте, общение пока идёт трудно, в письменном виде активнее. Ну, в письменном виде заинтересовать, конечно, нужно делать в формате презентации, на мой взгляд, да, краткая суть текста, как краткая аннотация, а дальше слайды, где это всё визуализируется, и коротким текстом всё излагается, и лучше ещё инфографику использовать активно. Потому что, да, особенно если языковой барьер и менталитет, то лучше вот такой полувизуальный контент, который будет, и текст, который без сложности, без сложных конструкций, которые легче переводить, понимать, потому что, ну, там по-разному могут люди воспринимать, да, мы не знаем степень знания русского языка. Здесь, как бы, вот визуализация очень хорошо помогает. Так. Давайте смотреть. Идеальный текст – это переработка стандартного, когда в режиме цейтнот писать два текста, или надо учиться сразу мыслить метафорически. Презентация супер, в теории всё правильно и понятно, вопрос про механику, на какие тексты нужно больше времени и сил. Да, конечно, на такие тексты нужно больше времени и сил, безусловно, но здесь вопрос набить руку, да, если вы вот научитесь так мыслить, уходить от шаблона, не сразу, но со временем у вас будет легче получаться. Ну, если как бы есть, ну, то здесь ведь в копирайтинге всегда, чем больше вы пишете, тем лучше и легче вы пишете. Да, то есть, как бы, вот, говорю это вам, как человек, который написал восемь книг, да, семь уже вышло, восьмая сейчас в издательстве, и девятую я сейчас обдумываю. Чем больше, и я пишу огромное количество текстов, статей, постов для соцсетей, если раньше я мог потратить там 3-4 часа на какой-то текст, да, сейчас я делаю, ну, то есть, если там большая аналитическая статья или серьёзная глава для книги, да, я по-прежнему пишу это долго. Но какие-то тексты для соцсетей, анонсы, пресс-релизы и так далее, я пишу уже гораздо быстрее просто, потому что рука набита, в том числе, когда нужно, да, стандартный текст написать не так сложно, да, вы загоняете в примерный шаблон все там цифры данные и так далее, ну, стандартный текст, мы с вами сравнивали, да, и видим, что это всё плохо работает. Надо учиться мыслить метафорически, надо развивать вот этот самый креатив, надо смотреть на смотренность, опять же, надо читать другие тексты, ходить на тренинги, на конференции, читать книжки про копирайтинг, смотреть, что делают другие. Так, вот Ирина пишет, есть ли возможность сделать интересный пресс-релиз о мероприятии, рекламные контексты и опубликовать бесплатно? Конечно, есть, нужно вытащить историю из этого, да, если это главный посыл, приходите и купите, конечно, вы бесплатно его никогда не опубликуете. Вы вытащите из этого историю, чтобы людей заинтересовать, а дальше уже вы там подгрузите, можете подгрузить и рекламный контекст к этому. Тимур, подскажите, пожалуйста, проходят ли у вас мастер-классы и тренинги для начинающих пиарщиков или пиарщиков без опыта работы? Хотелось бы записаться к вам на обучение. Куда бы вы посоветовали начинающим пиарщикам идти на работу? В пиар-агентство или в пресс-службу, где можно получить больше опыта и пользы? Вот очных в ближайшее время для начинающих не будет вот пока, но у меня есть онлайн-курс. У меня есть онлайн-курс, называется он «Пиар-прорыв». Можно прям зайти вот на наш сайт, вот этот eventimage.ru. Он там стоит недорого, он небольшой, и вот в него можно погрузиться, и там очень, как бы, я рассказываю какие-то такие ключевые базовые вещи, вот примерно так же, как в таком же формате, как на этом вебинаре, и он очень хорошо, как бы, поможет какие-то вещи понять, а дальше уже можно будет там посмотреть какие-то другие, во-первых, онлайн-курсы, более сложные, и уже на какой-то тренинг ко мне прийти, там свой отраслевой, вот пройдя этот базовый, уже будет проще. Поэтому вот рекомендую обратить внимание на онлайн-курсы. Очень полезный вебинар абсолютно на всех отношениях. Спасибо огромное вам. Вам спасибо. Так, давайте сейчас вверх откачу пока. Еще вопросы. Имеет ли значение время, день публикации поста? Это влияет на охваты или дело только в качестве текста? Значит, смотрите, постоянно выходит исследование. Вот хоть Снюдь, есть такой сервис, выпустил на днях очередное исследование о том, когда лучше выпускать посты, и там прям я читал, там в такой-то соцсети, это там условно среда в осень утра, а в такой-то соцсети там четверг после обеда и так далее. Мне это все кажется очень умозрительным. Ну, наверное, может быть, да, какие-то исследования показывают динамику внимания. Аудитория, опять-таки, это западное исследование. Не факт, что наша аудитория ведет себя так же. У нас свои какие-то паттерны. Наши тоже периодически любят. Я считаю, конечно, что, ну, есть какие-то очевидные всплески, да, когда вот люди все утром, например, встали, пошли проверять соцсети. Там на работе устали к 11 часам, залезли посмотреть, что же там в ВКонтакте творится. Какие-то такие всплески есть. Опять же, в эти всплески все и стараются попасть. А если вы выйдете чуть раньше этого всплеска, может быть, вы попадете больше во внимание. Но здесь вот стопроцентного ответа строго в ВК публикуйте во вторник в 10 утра я вам не дам. Да, я считаю, что все, ну, во многом зависит от качества текста. Зависит от того, какая у вас аудитория, кто ваша целевая аудитория. Потому что, ну, не бывает универсальных приемов. У нас такая разная аудитория. Это аудитория, это там жители города, или аудитория, это там предприниматели, или аудитория, это пиарщики. Да, все они по-разному все воспринимают. Поэтому нет универсальных ответов, на мой взгляд. Так же, как нет универсального ответа, сколько раз в день нужно постить или в неделю посты. Все зависит индивидуально от того, что вы делаете, что у вас за аккаунт, какая у вас тематика и так далее. Поэтому вот главное – это текст, цепляющий заголовок и так далее и тому подобное. Так, давайте посмотрим. Еще, вижу, прилетели вопросы. Спасибо за вебинар. Это повод в очередной раз перезагрузить свой подход к написанию. Много интересного, главное, полезного для работы. Спасибо вам. Работаю в строительной организации. Есть ли обучение, которое разбирает именно эту сферу? Сложно переносить общую информацию на свою деятельность. Вот прям для строителей пока нет мероприятия. Но вот подумайте о том, чтобы B2B. Потому что если у вас строительная отрасль и ваша аудитория – это B2B-шная аудитория, то вот на тренинге по B2B мы… Потому что мы на тренингах. У нас, как правило, не такая большая группа, как на конференции. Не 150 человек. У нас там в пределах 20-30 человек на тренингах. И там есть возможность разобрать кейсы. Чем мы хороши тренинги? Мы берем и разбираем посты, тексты конкретных участников. Даем рекомендации. Причем вместе с группой разбираем. Я даю свои рекомендации. Коллеги делятся своими. И можно прийти со своим запросом конкретным ко мне на тренинг. И мы посвятим время. Потому что когда группа небольшая, на это время есть. Это может быть также интересно другим участникам. Поэтому если у вас строительная организация, посмотрите февральский тренинг по B2B. Я думаю, что будет вам интереснее. Отдельно постройки не делали. Мы делаем отраслевые. У нас были пиар в ЖКХ, пиар в медицине, пиар в энергетике. Периодически мы такие проводим. Строительные отрасли еще не заходили. Может быть, что-то появится. Но в целом я рекомендую вот такие смотреть. Либо по инструментальной. Если там, например, у меня там каждый май проходит школа пиар-текста. Да, мастер пиар-текста. Там мы разбираем тексты. Там конкретно будем работать. И тоже там отраслевую специфику рассматриваем. Будет тренинг антикризисный пиар. Тоже с рассмотрением отраслевой специфики. Либо вот в такие отраслевые, как B2B можно заходить. Коллеги, если вопросов больше нет, то я желаю вам всего самого наилучшего. Можно подписаться на мой телеграм-канал, где я выложу запись этого вебинара. Ссылку в том числе. Я камеру выключу. Чат выключать не буду. Можно написать мне еще обратную связь. Те, кто хочет. И что вам было полезно в этом вебинаре. Я вам желаю успешных текстов. Желаю вам больших охватов. Желаю вам вовлеченности. Приезжайте, приходите на наши мероприятия. Или подключайтесь к нашим онлайн-курсам. Спасибо. Всего доброго. Пока.